Всем привет! Вы на канале Жизнь в кето. Бла-бла-фьюзинг. Анна, добро пожаловать на мой канал. Если вы здесь впервые, советую начать прочтение его названия. Тогда вам многое станет проще. А перед вами мой кето-обед. Я практикую подобное питание уже более двух с половиной лет в целом. При этом строгая кето моя закончилась через год, когда я похудела уже на 40 килограмм. Ну, плюс-минус там еще были месяца, которые все-таки еще были достаточно строгого кето. И потом я перешла на низкоуглеводное питание, то есть до 50 грамм углеводов в день. Но по-прежнему с первого дня кето-питания я практикую так называемое интервальное питание или периодическое голодание или наоборот. В общем, короче, это в принципе одно и то же. Это значит, что я ем два раза в день, практикуя 18 на 6 так называемый протокол. То есть в 18 часов у меня голодная пауза и 6 часов, это так называемый промежуток, где можно вот от одного приема до другого. Но это, кстати, не значит, что все эти 6 часов можно кушать, ем и вот, соответственно, два раза. То есть обед и ужин у меня всего лишь. Раньше, кстати, я до того, как я начала снимать свои обеды и ужины, ну, в смысле вообще вести канал, я могла, допустим, ужин у меня был более объемным, допустим, обед чуть поменьше или наоборот какой-то период у меня были. То есть обед и ужин у меня не были одинаковые по калорийности. То есть, допустим, если я сейчас питаюсь на 2000 килокалорий, там, допустим, было бы 1000 в обед, 1000 на ужин. Нет, у меня были немножко такие подвижечки. Но вот сейчас, когда я начала снимать канал, и я поняла, что это неудобно, соответственно, так делать, и пришлось мне вот разделить это все ровно пополам, чтобы было проще, понятнее, визуальнее и удобнее считать это все. Вот, и, соответственно, получилось так, что, ну, все поровну, обед и ужин поровну. И я поняла и пришла к выводу, что совершенно без разницы, это никак не влияет на аппетит, на чувство сытости. Ну, то есть вот то, что, допустим, я слишком большая, 18 часов пауза, и ты после этого ничего не ешь. Утром ты все равно просыпаешься сытый, потому что ты в кетозе. Есть я начинаю хотеть где-то часов в 10 утра, на обеду я обычно в 12, и, соответственно, часа за 2 я начинаю уже хотеть есть. Но это чувство голода, оно такое, ну, как фоновое, что ли, оно не мучительное, скажем так. Вот, и равноценные обеды и обеды и ужины, без разницы, какая пауза между приемами пищи, они точно так же насыщают. Просто ты привыкаешь к этому вот режиму. И этот режим мне удобен, он мне подходит, короче, вот, ну, по всем показателям, и по чувству сытости, и, опять же, и чисто технически по графику. Вот, а сегодня у меня такой обед прямо вот, ну, простейший. Даже всего тарелок, всего 2, как говорится. Вот, и это, то есть, это капустный салат с помидорками. При этом в моем обеде сегодня очень мало углеводов, он практически строгая кето. Хотя здесь 300 грамм томатов свежих домашних, потому что капусту, кстати, белокочанную я, естественно, не считаю, потому что давно уже в этом всем нахожусь в кетозе. Она никак не влияет уже на мой вообще, на мою КБЖУ вообще уже никак не влияет. Здесь 300 грамм, как я сказала, уже томатов, заправлено рыжиковым маслом столовой ложкой, как обычно. А, здесь в этом салате, в этом салате, извиняюсь, в этом салате брынза вот порезана. Очень, кстати, обожаю вкус брынзы с томатами и зеленью. Здесь брынза, если вы не очень давно на кето, меньше года, то, соответственно, для вас это, конечно же, какие-то более твердые сорта сыров, ну, любого твердого сыра а-ля пармезан. И, в общем-то, и белки, и жиры, и фактически даже и где-то углеводы у меня представлены сегодня вот такой замечательной рыбкой. Это, конкретно, это ясь, ну, это что-то вроде такого же, ну, это карп или такой карась большой. Ну, то есть, рыба достаточно белковая, маложирная, поэтому она здесь ещё обмазана майонезом и была запечена в духовочке, в форме, как говорится. Больше там ничего не было, специи и майонез. Запечённая, то есть, она не жареная, не варёная, не тушёная, а запечённая в духовке. Здесь ровно 200 грамм. И на десерт у меня... Десерт, почему только шоколад, потому что вот не оказалось дома ни орехов, ни семечек, просто кошмар-кошмар мне вообще. Редкость, в принципе, тоже в моих закромах. Шоколад, конечно же, горький. И три кубика, наверное, я даже и не съем. Я один залыкаю и съем его, опять же, до ужина, где-то в течение дня где-нибудь. Себя, так сказать, побалую, может быть, где-то чай попью вот с этим шоколадом горьким. Вот такой сегодня получился просто, ну, минималистический, скажем так, обед. На ужин будет, скорее всего, тоже вот эта рыбка и, наверное, ещё суп будет тоже, который я ещё не доела. А суп у меня тоже рыбный, соответственно, только со сливками. Я его называю финский суп. Ну, всё. Приятного аппетита, если вы тоже кушаете или обедаете или ужинаете. Если, тем более, на кето, вам ещё и привет. Кето рулит. Магия вечно. Всем привет. Пока-пока. До встречи на моих каналах. До встречи на моих каналах.